Забойной кампании на Ямале в этом году уделено особое внимание. Разрабатывается ряд мер, которые помогут разгрузить ямальские пастбища и при этом сохранить оленеводство. Запланирован большой комплекс мероприятий, в частности, планируют продлить убойную кампанию до конца января и при этом заготовить 3141 тонну оленины. Это на 700-900 тонн больше показателей прошлого года. О забойной кампании в районе и о планах предприятия ямальские олени смотрите в сюжете Антонины Сирасховой. Пастухи загнали оленей в загон в 5-6 утра, пока было еще темно. При свете животные не зайдут в кораль, да и сами кочевники больше необходимого не сдают на убой, потому что олень – это их жизнь. Проблему нехватки пастбищ и недостатка корма для животных тундровики видят, но не все готовы к сокращению. Никита Климов из личного стада пригнал всего 10 оленей, даже несмотря на то, что цена за килограмм мяса первой категории стала 190 рублей. Всего на убой первая бригада предприятия «Панаевская» сдаст 320 голов. Лето слабое, потому что лето было очень жарким. Они где-то не доели, где-то бегущие от жары стада их таскало. Молодняк зиму не переживет, поэтому мы пригнали их на забойку. Забойка на предприятии «Ямальские олени» началась вовремя и идет согласно графика. В сутки здесь забивают от 300 до 350 животных. Это средний показатель, который не изменился с 2015 года. Мясо оленей постоянно обследуется, предприятие сертифицировано. Всегда преобладает мясо первой категории, говорят специалисты. Если мы в прошлом году забили здесь на нашем убойно-холодильном комплексе 7 тысяч, порядка 8 тысяч оленей, то нынче за ноябрь месяц нам обещали поставку до 10 тысяч оленей. Это только ноябрь в графике у нас прошел. Еще предвидится, что в декабре будет забой оленей. То есть мы смело можем здесь забить от 10 до 15 тысяч, а то и больше. Основную часть продукции предприятие отправят на переработку. Часть сырья в этом году на 100 тонн больше пройдет на экспорт в Финляндию. Из них 200 тонн планируют отправить в конце ноября. Большая часть продукции будет реализована внутри округа и по России. Заводскую продукцию «Ямальские оленины» направляют как в розничные торговые сети, так и по заказу социальных учреждений. У нас есть заявка крупная, около 500 тонн, 400 тонн мяса будет на кости, отруба. И 100 тонн должны они забрать у нас без костного. Когда мы начали работать с финами, то они отправили сюда своих технологов, те нам объясняли, показывали. Потом нас туда отправили, тоже бригада, и мы там обучались непосредственно на их производстве. И теперь мы делаем все, как им нужно, то есть нашим партнерам из Финляндии. В каком виде они хотят? Да, да, вот это то, что они хотят. Увеличение планов заготовки оленины мера вынужденной. Тем не менее, с такими объемами предприятий справятся, утверждают его работники. А кочевники, чтобы восстановить и сохранить праздвища, гонят свои стада на забой. Все видят, что животные медленно набирают вес, мельчают, чаще болеют. Из-за потепления климата в Арктике еще чаще бывают зимние дожди, ранние оттепели, ледяная корка и затянувшаяся осень. Ослабленные стада зачастую не имеют сил, чтобы сопротивляться инфекциям или преодолеть долгий перегон через Абскую губу. Антонина Сирасова, Владимир Беленко, Ямальское телевидение.